Сейчас мы немножечко обсудим такую интересную достаточно тему, о которой я часто вижу в компаниях наших клиентов и очень часто одни и те же ошибки допускаются. Поэтому я решил ее отдельно вынести и она называется точки зрения, points of view. Сразу такой вброс в аудиторию. А кто-нибудь вообще слышал такую концепцию? Points of view, точки зрения. Может быть в каких-то методологиях, процессах. Совсем немного. Отлично, будет интересно. Потому что эта идея лежит в основе большого количества архитектурных фреймворков. Если вы посмотрите ROOP, Ration Unified Process, вы посмотрите там Захман фреймворк и СОшные стандарты, там points of view очень четко формулированы. И мы сейчас попробуем с вами подумать, как же их поставить на службу, как сделать мирный атом. С тем, чтобы вы могли максимально рано вскрывать риски, проблемы и для этого нужно втянуть все роли. Я в качестве примера возьму, как вы можете свою архитектуру показывать по-нормальному QA-щикам и PM, чтобы вы нормально могли коммуницировать максимально рано и вскрывать максимально рано риски. Но держите в голове, я вас спрошу, какие-то себе может даже действия записывать, как вы придете завтра и измените свою компанию к лучшему. Какие еще роли можно втянуть и как им можно транслировать свою архитектуру, свои ключевые решения. Зовут меня Женя Кривошеев. Вот здесь, собственно, контактики. Если вдруг будут какие-то вопросы и вне курса, вне доклада, пишите, звоните и буду рад ответить. Смотрите, проблемы с качеством. С чего мы зайдем? Чем раньше мы проблему в нашей архитектуре находим, тем дешевле ее исправить. Я думаю, это очевидный момент. И вот эти моменты принятия инженерных решений, чем раньше вы задействовали все нужные роли, например, QA-щика, PM, другие роли, тем дешевле этот дефект вообще не пустить в продакшен, не пустить в производство, а быстрее его исправить и уже пустить в производство более законченное, более совершенное решение. И второй момент, где очень часто ошибки допускаются, это когда инженеры эстимируют. То есть мы как архитекторы, разработчики, мы оцениваем наши решения, тут очень часто факапимся. И вот если мы возьмем еще в обсуждение тех же самых QA-щиков, тех же самых PM-ов, точность наших оценок, она будет значительно лучше, гораздо более приемлемая. Поэтому опять же речь о том, чтобы втянуть в архитектурные встречи и другие роли тоже, и PM-ов, и архитекторов. И вот в эти моменты общения ключевых ролей у нас обычно самые ключевые дефекты и вскрываются. Поэтому Points of View – это инструмент, как бы нам получше коммуницировать между ролями. Пару слов про то, как мы как архитекторы и инженеры принимаем решения. Дизайн как компромисс. То есть мы должны четко понимать скоуп требований к нашей системе и выбрать не идеальное какое-то решение техническое, а максимально подходящее, которое решает некоторый заданный конфликт требований. Вот такой интересный постулат. Обоснованность решений через требования. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто может четко взять свою архитектуру, увидеть там, например, три класса и четко сказать, почему три класса. Могли бы ту же самую задачу решить нарезав функционал на пять классов. Могли бы ту же самую задачу решить на слив весь функционал в один класс. Вот кто-нибудь может четко обосновать, почему три класса. Я художник, я так вижу, да? Все такое. А на самом деле ответ очень простой. Мы должны увидеть требования к нашей системе, причем не только внешние, но и внутренние. И вот когда мы говорим про более тонкую нарезку, например, мы делаем это ради повышенной гибкости. То есть вот этот кусочек, он будет более гибкий. А зачем нам эта гибкость нужна? Зачем мы в нее вкладываемся? Ведь это более дорогое решение получается. А это потому, что по требованию здесь проходит ось вариативности. Для того, чтобы вот эту изменчивость адресовать, мы вот этот кусочек нарезаем более тонко и усложняем его. Вот такие обоснования. То есть мы каждый наш кусок дизайна можем подняться на уровень выше до требований и попытаться его обосновать. И вот в этой модели мы будем как можно раньше втягивать и другие роли, чтобы более полную картину видеть, и наши решения все были более обоснованные. И мы учитывали те факторы, которые обычно мы не учитываем, как инженеры. Вот это было введение. Теперь, собственно, к телу. Обычно как происходит? Мы что-то делали-делали, все получилось плохо, но уже поздно. И наша задача, вот эти наши необоснованные решения, вскрыть как можно раньше. Поздно. Поздняя аккредитация, да? Почему мы хотим включить QA в наше обсуждение? Вот здесь поподробнее остановимся. Потому что, во-первых, QA, или в широком смысле человек, отвечающий за качество, или роль, отвечающая за качество. У вас вполне может так получиться, что тестировщик играет роль QA. То есть как бы человек, как бы не называлась позиция, главное, что это роль, которая отвечает за качество. Почему мы его хотим как можно раньше втянуть? Почему мы сами не можем сразу делать нормально? Зачем нам нужен QA? Почему мы не можем сразу запроектировать систему, обосновать ее? В чем проблема-то? Во-первых, QA гораздо лучше понимает требования. И сам по себе сбор и анализ требований активность достаточно требует, во-первых, высокой квалификации, во-вторых, большого понимания сложной предметной области, сложного домена. Если у вас прекрасные разработчики, которые умеют хорошо, обладают компетенциями и в Java, и в системном дизайне, и везде, и при этом еще у них в мозг влезает прекрасное понимание предметной области, тогда, наверное, они играют роль QA заодно. Это просто очень большая редкость. Сам по себе домен очень сложный. Там список бизнес-правил, список хотелок, понимание заказчика. А еще, кстати, важно, что QA, он помимо текущего понимания требований, он еще интуитчит то, как требования будут меняться. Вот этот вектор изменения требований, вот эти самые пресловутые оси вариабельности. Нам зачем это нужно? Зачем нам нужно понимать, как меняются в будущем требования? Какие идеи? Конечно, чтобы сегодня уже подготовить нашу систему, причем как действительно с точки зрения структуры, то есть вложить сегодня эту гибкость и подготовиться по и внешним атрибутам качества тоже, то есть по надежности, отказоустойчивости, масштабируемости. То есть чем дальше мы видим будущее, тем сегодня нам проще эту систему подготовить. И это снижает нам очень серьезные косты. Потому что если бы, то есть бывают очень часто ситуации, когда мы не видим будущее, готовим систему, прилетает требование, к которому мы не были готовы, и это требование полностью разламывает нам архитектуру. Вот задача QA-щика еще интуитчить потенциальные оси изменяемости и как нам эту систему подготовить. Поэтому он гораздо лучше понимает требования. Второй важный момент, наверное, он такой психологический, что QA-щик, у него фокус на внешнем качестве. Что это значит? Он фокусируется на том, как система внешне себя ведет. Соответствует ли она пониманию внешних требований. Мы, как инженеры, очень часто фокусируемся на внутреннем качестве. И вот скажите, пожалуйста, бывают у вас такие моменты эмоциональной привязанности к коду? То есть я тут что-то рожал, это практически мой ребенок, он такой весь классный, со своими небольшими уродствами, но вот это мое. И тут приходит какой-то там внешний человек, и начинает мое чадо совсем адово ругать, что, блин, ты делал вообще не то на самом деле. И у нас психологически некоторое сопротивление возникает. Поэтому чем раньше мы узнаем о том, что мы сфокусировались немножко не на том, увлеклись, чем раньше нам фидбэк дадут, тем проще нам будет модифицировать нашу систему и не допустить пусков производства заранее изначально дефектной истории. У него нет вот этой эмоциональной привязанности к дизайну и коду. Поэтому вот эта внешняя точка зрения вещь, она дает очень ценную информацию. У него нет вот этих шор, которые мы как разработчики на себя одеваем. Поэтому чем раньше мы его увлечем, тем раньше он нам это фидбэчит, и мы сможем модифицировать систему. Согласны с этим? Тогда вопрос, а кто из вас на архитектурные встречи приглашает QA-щика? Вот, видите, там, ну, четверть, чуть меньше четверти, да? Вот, то есть получается, мы вроде как это все головой понимаем, осталось только взять и сделать. И сразу хочу сказать, что будет дискомфорт. То есть они вам будут фидбэчить неприятные вещи, и вы будете сопротивляться. Это нужно как можно раньше переварить, как можно раньше принять. Как QA-щик может раньше увидеть проблемы? То есть на самых ранних этапах, на этапах вплоть до проектирования архитектуры и даже может быть совсем набросков архитектурных, он может замепить то, как наша архитектура выглядит, на вот эти самые характеристики системы, на требования. Но тут есть небольшая проблема, его нужно научить этому. Потому что, представьте, вы показываете ему какую-нибудь классную там, я не знаю, диаграмму классов или секвенс-диаграмму. Вопрос, что он там увидит? Он там увидит квадратики, стрелочки, что-то жесть какая-то. Вот поэтому мы будем говорить в дальнейшем, как его научить видеть за диаграммами качества. И вот это вот очень важный момент. И второе, чем QA-щик может нам помочь, вот увидев за диаграммами качества и сразу нам дав фидбэк, он может обладать правом на вето или необходимости эксперимента. То есть он должен обладать правом сказать, нет, ребят, вот как бы вам не нравился этот дизайн, я это вижу неудовлетворяющим требованием. Поэтому я делаю вето на ваше решение, переделывайте. И второй момент, необходимость эксперимента. Мы очень часто опираемся в то, что мы так видим, мы художники, мы так видим, и все это идет через наши эстиммейты, через наши оценки. То есть нам кажется, что вот такое решение заработает так. И он может сказать, ребят, не-не-не, давайте это проверим. Не просто наше видение на словах, а необходимость эксперимента. И он может сказать, нет, ребят, вот для того, чтобы эта архитектура соответствовала тому внешнему качеству, за которое я отвечаю, пожалуйста, проведите вот такой эксперимент, такой и такой. Ну, простые примеры. Вот вы втягиваете какую-нибудь библиотечку, решили там упороться по новомодным там Big Data и новой сиквелям, и вы говорите, вот я где-то прочитал, что Mongo это круто. И Киевчик смотрит так, а как ты прогарантируешь, что это обеспечит то внешнее качество, которое я ожидаю? Ну, вот в книжках написано, да, там в статьях. И он нам что скажет? Не-не-не, ребят, да, нужен эксперимент, простой пилотик, который вы проведете и обоснуете, докажете. И чем раньше вы такими микроэкспериментами ключевые точки вашей архитектуры покроете, тем выше вероятность того, что вот эти ключевые точки потом у вас не разломаются, и система в целом действительно будет обладать тем качеством, которое от нее ожидается. Вопрос в студию. У кого из вас QA-щик обладает правом вето по инженерным решениям? Поднимите руки. Супер. Трое, да? Опять. Надо тыкать. Надо тыкать. Вот это как раз причина часто того, что мы называем реворк, переделки. То есть мы берем изначально несоответствующие ожиданиям по внешнему качеству дизайн, проект системы, пускаем в производство, тратим дофигища денег. Мы ее делаем, 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 в итоге получаем готовые изделия, фигак, и на приемочных испытаниях, на acceptance-тестинге мы получаем, что, ребят, как-то совсем все не то, и дальше начинается торг заказчика. Ну, может, то все-таки, может, примешь, может, подпишешь. Поэтому давайте на ранних этапах это вскрывать. Итак, собственно, мы определились с тем, что нужно QA-щика как можно раньше втягивать, дать ему право вето, дать ему право обозначения экспериментов, тогда он сможет, замэпив наш проект-система на атрибуты качества и на функциональные требования, сможет нам помочь гораздо раньше вскрыть ошибки. Теперь второй момент. PM. PM нужно вовлекать на ранних этапах и показывать ему дизайн системы. А нафига? Что он нам хорошего может ответить? То есть, ну, если QA-щик еще, как правило, там с техническим бэкграундом, и он там хотя бы вкурит, что это за квадратики и стрелочки, ну, PM-щик-то там, PM со своими, со всем там какими-то абстрактными вещами, на самом деле он вам очень-очень ценную информацию может дать. И проверифицировать вашу систему, еще даже не существующий дизайн вашей системы, по очень важным признакам. Во-первых, PM обладает общим видением. То есть, он очень много понимает контекста, который вы, как инженеры, обычно не видите. Вот простой пример. PM знает, что где-то там в недрах организации куплен адовый Oracle, и люди, которые отвечают за бюджет, а ваша система обязательно пройдет через этих людей. Они обязательно скажут, ребят, нужно использовать Oracle. А вы такие, хоп, а у вас там какой-нибудь постгресс. А вам какие-то внешние силы, опять же, бюджетники, секьюрщики вашей организации и другие подразделения, они обязательно что-нибудь начнут какие-то новые ограничения накладывать. Вот задача PM знать эти ограничения и как можно раньше вам их обозначить. Что вы просто не учитывали, что, например, это не пройдет у юристов ваша система, потому что она не соответствует тем или иным законодательным актам. У него есть это общее видение. Он понимает ограничения, о которых вы, может быть, даже не догадываетесь. Что-что? А, с точки зрения бюджета. Абсолютно верно. То есть фича кат сделать, да? То есть ответственный функционал. Но обычно это на уровне как раз аналитиков решается, но и PM тоже может спокойно сделать. Я бы вот так еще сформулировал, что PM может с точки зрения порезать, увидеть такую штуку. Вы такие решили упороться по хаскелю и втянули какую-то подсистему или кусок системы и решили сделать красиво на монадах. А PM такой смотрит на эту историю, говорит, вы, ребят, вы офигели? Где я возьму хаскелистов на нашем рынке труда? Нет, давайте на джавке. То есть вот опять же, вот эти внешние ограничения по бюджетам, по рискам, по срокам, они тоже очень сильно определяют архитектуру вашей системы. Вы часто, мы как инженеры, об этом часто не задумываемся. А PM, соответственно, дают нам эти новые ограничения. Поэтому PM тоже видит очень хорошо внешний контекст, который мы должны учитывать. Опять же, он технически, что происходит? Вы должны показать ему архитектуру и систему в его терминах. О чем мыслит PM? Во-первых, проектными ограничениями, во-вторых, планом проекта. То есть сейчас вот очень важная вещь произойдет. Для него архитектура системы, та самая архитектура, которая для вас квадратики и стрелочки, вот для него это план проекта. Скажите, пожалуйста, однозначно ли мэпится и можете ли вы, как инженеры, замэпить архитектуру системы на план проекта? Выявить критический путь, то есть понять, быстрее чего мы точно не сможем систему сделать. Вот быстрее каких этапов? Вопрос. Какие этапы мы можем распараллелить? То есть бросить на разные команды, на разных людей? Вот вы можете своему PM сообщить эту информацию? Мало. Надо. Надо. Потому что получается, что PM такой же потребитель архитектурного артефакта, как и вы. Просто у него своя точка зрения. Если QA-щик видит систему сквозь призму внешнего качества, внешнего функционала, внешних атрибутов качества, то PM видит через очки собственно план проекта, параллельность работ и критический путь проекта. Также тоже самая история. Право на вето эксперименты. Он понимает, что вы втянули какую-то технологию, которая рискованна, вы ее не проверили. То есть у PM главная цель какая? Ребят, делайте на чем хотите, но важно, чтобы это были те палки и веревки, которые сто пудов проверены. То есть я не хочу брать внутренние риски, что вы втянете новую технологию и потом у меня все зафакапится. Сроки съедут, риски поднимутся, качество съедет. Вот он мыслит таким термином предсказуемостью внутренней реализации. И вы должны ему показать систему с этой точки зрения. И точно так же он может вам вето или необходимость эксперимента навязать и ранное разрешение внешней и внутренней неопределенности. Что это такое? Он может вам сказать, ребят, вот вы, конечно, клевые, но давайте вот эту вашу техническую гипотезу проверим как можно рано. Вот вы втянули какую-то библиотечку, а вы уверены, зуб даете, что она точно так будет работать, как вы ожидаете? Давайте это проверим, как можно рано. И он должен вот эти ключевые точки, которые уже с его точки зрения несут проектные риски. Точно так же вам сказать, ребят, давайте вот эту штуку проверим. Поэтому получается, что дизайн архитектуры системы, потребителями ее является и QA-щик, и PM, просто они смотрят с разных точек зрения на эту историю. Поэтому давайте начнем, как бы что нужно взять, мне кажется, из моего доклада, это для себя выработать некоторый такой фреймворк коммуникации, то есть способ взаимодействия различных ролей. Выглядит пока он очень просто. Во-первых, в архитектурную группу втягивайте QA-щиков и PM как минимум. Я вот в моем докладе на этих двух ролях фокусируюсь, потому что слишком долго получится, но и другие роли тоже. Те роли, которые позволят вам понять дополнительные ограничения, которые вы должны учитывать в процессе проектирования системного, и которые смогут вам сообщить новую информацию для более обоснованного принятия решений. Вот я пока фокусируюсь на QA и PM. Участие в решениях как можно раньше, и у них будет ключевой вопрос, обоснуй, то есть почему ты сделал такую систему, и каждый из них будет спрашивать со своей точки зрения. PM со стороны проектных рисков, внутренней неопределенности, QA-щик больше со стороны внешнего качества. И зажав вас в некоторый набор ограничений, вы вынуждены будете каждое свое решение обосновывать. И это получит действительно инженерия, а не я художник, я так вижу. Дальше мы этот фреймворк немножко продолжим. Но чтобы эта история взлетела, нужно уметь переводить язык нашего системного дизайна на язык, соответственно, QA-щиков и PM-ов, и других ролей. И вот тут мы вводим концепцию точек зрения, points of view. То есть это такая проекция системы в термины, которые понимают нашу роль. Вот давайте пару метафор. Помните такую старую притчу, когда три слепых мудреца щупали слона? Они не знали, что такое слон, но их попросили, скажи мне, что такое слон? Один щупает такую за ногу. Нет, слон – это дерево. Второй за бок такой хватает. Нет, слон – это стена. Третий за хобот схватил. Нет, слон – это змея. Видите, они видят все по-разному. И у каждого интересует свой набор атрибутов этого самого слона. Своё восприятие системой – то же самое. А вроде одна и та же система, но ответы на абсолютно разные вопросы интересуют каждую роль. Ещё одна метафора – гиперкуб. Все себе представляют, что такое гиперкуб. Сессеракт. Это четырёхмерный куб. Это такая фиговина, которую мы в голове даже представить не можем. Мы не умеем мысли четырёхмерным пространством. Поэтому мы его как-то смоделировали. Мы его проецируем на трёхмерное наше пространство. И на самом деле там всё очень просто. Это такой куб, внутри другой куб, и он выворачивает себя наизнанку. Очень легко представить. Поэтому, собственно, это проецируем на плоскость, рисуем мультики и таким образом пытаемся понять, что же это такое. Вот системы – абсолютно та же самая история. У нас есть некоторые очки, мы их надеваем, и система с абсолютно разных проекций смотрит. Поэтому, что я хотел бы вам довести, что система для всех. для всех проектных ролей. Просто каждый из них, каждый из этих проектных ролей смотрит по-своему на систему. Интересуют абсолютно разные вещи. И вот опять же, видите, вот вы когда поднимали руки, обозначили, что оказывается, да, у вас PM не является потребителем архитектурных артефактов, а должен быть. И QA-щик тоже самое. Вот, то есть архитектура не только для инженеров, она для всех. Просто нужно найти правильную проекцию. И это, кстати, вам поможет приоритизировать решение. То есть, когда вы смотрите на систему с разных проекций, например, можем мы сказать, что схема базы данных это архитектура, а concurrency дизайн, то есть ваши паттерны, то как многопоточность устроить, а класс диаграмма, вроде все это одна и та же система, просто с абсолютно разных точек зрения. И вот когда вы вовлекаете эти роли, вы лучше можете приоритизировать. То есть, грубо говоря, нужно ли вообще упарываться и сейчас заниматься проектированием схемы BD. Или это можно отложить, это неважное решение. Или нужно прямо сейчас заниматься структурной декомпозицией. То есть, бить на модуле. То есть, действительно, это важно или не важно. Может отложить. И вот эти роли, которые вы вовлечете, они помогут вам принять это решение, сфокусироваться на самых важных точках зрения. И принять решение именно там, а все остальное отложить. Потому что это не такое рискованное, не несет ключевых рисков. Поднимите руки те, кто считает, что самое главное в архитектуре это диаграмма классов. Окей. Диплоймент диаграмма. Вот. Видите, уже начинаете чувствовать в том смысле, что нету как бы важного-неважного. Это зависит от проекта. Для одних типов систем или профилей, например, там high load какой-то, там самое главное дизайн алгоритмов и физическая диаграмма диплоймента. То, как обеспечить этот алгоритм. Для учетных систем самое главное это модель предметной области. Все остальное не такое важное. Вот. Поэтому в зависимости от профиля систем у вас каждая точка зрения она обладает разным приоритетом и вы можете сэкономить кучу ресурсов, не упарываясь по рисованию и принятию решений на диаграммках, какие для вас вообще не важны. И теперь давайте попробуем уже ближе к месту. Какие бывают модели точек зрения? Опять же, посмотрев любой архитектурный фреймворк, вы видите то, что он в большинстве своем основан на точках зрения. 4 плюс 1 знакомые буковки это как раз из RAP Rational Unified Process. Они предлагают посмотреть на систему с пяти точек зрения. Это одна из самых простых моделей. Какие я скоро покажу. Потом есть очень классная книжка Розанский Вудс. Она посвящена, она внезапно называется системное проектирование, то есть систем дизайн. И она целиком основана как раз на этих точках зрения. Там классная очень табличка и там порядка 8-10, я не помню сколько точно, различных точек зрения с разными приоритетами и с паттернами, как обеспечить качество в разных этих проекциях. И самый кучерявый фреймворк это Захман фреймворк. Я его как раз специально, чтобы вы себе представляли масштабедствие, подготовил. Вот эта картинка, она показывает со скольких точек зрения мы можем смотреть. Но фишка подхода Захмана в том, что он вообще рассматривает Enterprise Architecture. То есть не только архитектуру нашей системы, а вообще в целом архитектуру компании. Поэтому видите, мы можем смотреть с абсолютно, если посчитать общее количество, достаточно много различных проекций, различных точек зрения. Из них некоторое подмножество, некоторый кусочек. Это разные точки зрения именно на систему. Не на компанию, а на систему. Но все равно получается достаточно много. Особенно видите, где у нас там System Model Logical, Technology Model. Это как раз ровно про нашу систему. И вот видите, по вертикали про данные можем смотреть, про функционал, про сети, люди, время, motivation. Вот он так видит, как можно запроецировать нашу архитектуру. Поэтому можете ее взять как за базу и посмотреть, какие точки зрения для вас являются важными. Не надо все рисовать. Вот это большая ошибка. Давайте со всех точек зрения нарисуем. Не надо. Возьмите самые важные для вас. И вот модель точек зрения помогает в том числе и опять же выбрать, какие для вас действительно важны, на какие можно забить и отложить вообще. И собственно, как вот этими точками зрения оперировать с QA? Нужно его научить, видеть за нашими диаграммами качество. То есть показать, научить QA-щика типовым паттернам. Вот какая конфигурация квадратиков и стрелочек вам дает изменение внешнего качества. Все на самом деле очень просто. Но тут правда упирается в процессную вещь, как бы готов ли QA-щик к такому приколу или вам придется за него переводить. Но просто если его научить, опять же он может гораздо раньше вам давать фидбэк. И вот сейчас поиграемся немножечко. Шаблон номер раз. Попробуем увидеть качество за UML-диаграммкой. То есть вы тут по большей части инженерии, такие прям технические ребята. Теперь поставьте себя на место QA-щика и ответьте мне на такой вопрос. Вот есть диаграмма классов? Какая-то? Не обязательно прям конкретная, любая. Какие характеристики системы, какие атрибуты качества я вижу за этой диаграммой? Какие идеи? Что волнует QA-щика? Качество. Вот какие атрибуты качества, какие именно характеристики я в целом за диаграммой классов увижу. Согласен. Достаточно абстракт, но тем не достаточно верно. Он может, например, сказать, ребят, проблема в том, что у вас очень большая система, очень много сущностей, а давайте ее пакетируем. Потому что управлять качеством в случае такого плоской модели, где очень много сущностей, очень много связей, достаточно сложно. Давайте пакетировать. Согласен, есть такое. А еще какие атрибуты качества, кроме вот сложности? И чем? Да, компоненты связаны. И чем? Близко, близко. Давайте вот прям конкретные слова, которые понимает QA-щик. Вот связность – это метрика наша, инженерная. То есть мы говорим, да, много связей, они там достаточно жестко развиваются. И чего? Во, уже лучше. То есть мы можем оценить тестопригодность. То есть смотрите, я пытаюсь, чтобы вы сейчас поняли ту модель качества, которая оперирует ваш QA-щик. Для него это некоторый набор свойств. Например, тестопригодность – важное свойство системы. То есть можем ли мы по диаграмме классов за счет как раз, как вы верно сказали, за счет связанностей, увидеть тестопригодность? Да, конечно. То есть попробуйте из диаграммы вытянуть еще больше вот этих ability, тест-абилити, например. И вот если говорить про тестопригодность, что я там и вижу? Количество связей, то есть тесно связанный и сложно связанный дизайн, гораздо сложнее оттестировать автономно. Потом, что еще могу видеть? Например, жирные компоненты. Когда компонент большой, берет на себя очень много функционала, его тоже достаточно сложно оттестировать. Согласны? А еще какие ability и атрибут качества можно с диаграммой классов увидеть? И что это дает, опять же, с точки зрения… Ну, тоже про тестопригодность вы говорите, да? Окей, да, тестопригодность приняли. Все супер. Согласен. Тестопригодность принята, да, это верный ответ. То есть тест-абилити мы увидим за диаграммой классов. А вот еще какие ability мы увидим? О, гибкость, решимость, конечно. И более того, для нас это один из важнейших факторов качества дизайна. И не просто, понимаете, абстрактной гибкости, ее, как правило, не бывает. Вы готовите к дизайну, к определенным видам изменений. Понимаете, сделать систему, которая может меняться как угодно, то есть какой угодно функционал я могу вкорячить, но это значит, что вы пишете не систему, вы пишете фреймворк. И если вы хотите как бы абсолютно гибкую систему, знаете вам, что нужно отгрузить заказчику? То есть система, какие угодно изменения, она легко в себя примет. Вы им отгружаете Java и Eclipse. И говорите, ребят, вот это абсолютно гибкая система, на ней вы сможете смоделировать все, что угодно. Поэтому у нас всегда в нашей системе появляются некоторые жесткие куски, куда сложно вносить изменения. И элементы гибкости, которые мы изначально заложили, и можем легко нашу гибкость. Вот как мне быстро идентифицировать оси вариативности, то есть изменения требований, которым мой дизайн легко уже готов. А смотрите на абстракции. То есть как только я вижу абстракцию, то есть какой-то компонент базируется на абстракции, я легко могу подсунуть различные реализации, вот это оно и есть. То есть я подготовил свой дизайн в этом конкретном случае к ситуации, когда я могу, вот видите, individual и company, у меня накрыта абстракция customer. Значит, что я легко могу добавлять новые виды кастомеров. И я прям четко могу это замепить, и кверщик ровно это и делает. Он четко мепит, какие изменения требований легко лягут на ваш дизайн. А вот какие лягут плохо. Я вижу какие-то плотно связанные компоненты сложные, где нет механизмов разрыва, то есть снижения связности. И все, я понимаю, ага, а вот если у меня такое требование будет меняться, блин, вот тут придется залезть по локоть и достаточно все вывернуть наизнанку. То есть первое, тестопригодность сказали. Второе, гибкость я увижу за диаграммой классов. Вот это вот очень важный момент. Давайте я, так как время идет, такую короткую шпаргалку вам. Диагноз по класс-диаграмм, видите, вот буковки NFR, это не функциональные требования. Это вот эти самые атрибуты качества, вот эти самые abilities. Что я там вижу? Я вижу на диаграмме классов, как инкапсулированы данные, точки расширяемости, то есть вот эта самая гибкость, flexibility, те оси вариативности, где система легко может меняться. В зависимости. Ассоциации зависимости вижу, API. Вот API, в какой момент меня волнует? То, как выстроены методы, какой они жирности? В какой момент QA-щика это начнет реально волновать? Именно API. То есть какие-то внешние описания функционала. А как? Вот, 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 вот. Давайте эту проблему абсолютно обобщим до слова интеграция. То есть как только вам нужно интегрироваться с внешними системами, как только вы втягиваете какие-то внешние истории, вы привязываетесь к этому API. И вот этот API становится очень опасной штукой, но в смысле, что вы менять теперь очень сложно. Вы один раз его отлили в граните, внешние системы на него завязались, и все, и приплыли. Поэтому QA-щик будет очень внимательно смотреть на вот эти вот API-шки. Потому что они точно так же ложатся на функциональные и нефункциональные требования. И мы видим, что мы можем менять, что не можем менять. Обеспечили мы интеграцию или не обеспечим. А стейт, то есть поля. Вот есть у классов поля. Я смотрю, например, я инкапсулирую состояние в классы, или наоборот как-то его передаю в качестве параметров. Или может быть поведение здесь, а данные в другом классе. То есть вот наличие и местоположение стейта. На что влияет? А как насчет нашей волшебной конкуренции? То есть когда вы пишете многопоточность и реализуете конкуренцию системы, наличие стейта и то, где он, становится очень важным. И вот вопрос. Какие атрибуты качества можете поломать, неправильно разработав конкуренцию систему? Ну, например, все это, может, там, не знаю, как бы переносимость. Да, да, да. В терминах характеристик качества. Правильно, правильно. Вот слово, которое поймет QA-щик. Целостность, правильно. Consistency. Против. То есть неконсистентный код, он какой? Он быстрее. Как ни проекционально. То есть этот наш вечный трейд-офф, когда мы пишем многопоточные системы. Мы, вкорячивая те или иные паттерны обеспечения целостности данных, мы систему замедляем. Кому интересно, посмотрите, есть такой замечательный закон Амдала, который ровно эту ситуацию описывает. То есть процент многопоточного кода, однопоточного кода, насколько он у нас целиком вот эту нашу систему замедляет. То есть наличие или отсутствие стейта, то, как стейт передается, где он располагается, описывает ваши шаблоны управления многопоточностью. А это, в свою очередь, дает вам атрибуты качества такие, как целостность, производительность, надежность. Вот если вы этому QA-щика вашего научите, вот все, что было вначале, мы говорили, оно станет реальностью. То есть очень ранний фидбэк. Не надо всему учить, в зависимости, опять же, от вашей системы. То же самое с сиквенс-диаграммкой. Есть условная сиквенс-диаграммка. Какие атрибуты качества я тут увижу? То есть как поменяется качество? Ну, это пример. То есть не конкретно, а в целом. На сиквенс-диаграммой какие NFR я вижу? Ну, давайте, так как времени почти мало осталось. Простой пример. Вот смотрите, мне нужно данные записать в память и в базу. И вот мы говорим, когда мы сиквенс-диаграмму рисуем, мы проектируем алгоритм. Вот очень такое громкое слово. Все себе сразу представляют какие-то адовые алгоритмы поверх красно-черных деревьев. На самом деле, проектированные алгоритмы – это очень простые локальные решения, но их очень сложно принять. Вот смотрите, мне нужно записать данные в базу и в память. И вот, по сути, дизайн алгоритма в этом случае у меня к чему сводится? Порядок, последовательность операции. Могу я сначала в память, потом в базу? Могу сначала в базу, потом в память? И вот вопрос, какие атрибуты качества я меняю? Выбирая между двумя вот этими дизайнами алгоритма. Надежность, отказоустойчивость есть? Производительность и целостность в реинкарнации актуальности, актуальность данных. То есть, опять же, зависит от того, в каком порядке я пишу. У меня по-разному себя система ведет в граничных состояниях. Я либо просаживаюсь по целостности, либо по надежности, либо по производительности. Дальше можно список действительно продолжать, но я очень много внешних атрибутов качества, то есть, то, что для заказчика важно, и то, что у вас в ТЗ написано, я из этой диаграммки могу видеть. Но, как минимум, себе можете отлить в граните, что целостность, производительность, как минимум. Обобщаем. Что по секунду с диаграммами, какие на ФР я вижу? Опять же, структуру внезапно вижу. Потому что, если вы посмотрите, то тоже, видите, деление на компоненты происходит. Я точно так же могу понять, в том числе и вопросы API. То есть, немножечко из диаграммы классов мы тоже часть решений здесь можем отобразить. То, что мы уже обсуждали. А вот именно по динамике, видите, порядок операций, гранулярность операций, то есть, насколько они жирненькие. Грубо говоря, я свою задачу делаю вызовом трех методов или вызовом одного метода. Это важно для внешнего качества? Конечно, как минимум для отказоустойчивости. То есть, вызов одного метода более надежный, чем тот же самый функционал, полученный через вызов трех методов. Порядок операций, гранулярность операций и вот здесь вот синхронность и синхронность. То есть, каждый вызов, он у вас синхронный или асинхронный? Это влияет на внешнее качество? Офигеть как! Опять же, упираясь в надежность, целостность и производительность. Диплоймент диаграмма. Здесь я предлагаю вам самим тоже порефлексировать. То есть, глядя в книгу, какую фигу я увижу. То есть, какие атрибуты качества зашиты вот в этом решении. Что я, например, взял, разнес веб-тайр и аппликейшн-тайр на два физических узла. Это как-то меняет характеристики качества нашей системы? Конечно, да, особенно в плане отказоустойчивости и остальных внешних. Производительность меняется? Конечно, чем больше удаленных взаимодействий, тем больше у нас оверхед на перформанс. Вот я вам предлагаю самим порефлексировать чуть-чуть и попробовать тоже списочек вместе со своим QA-щиком обозначить, что ваш QA-щик должен видеть на диплоймент диаграммах. Таким образом, мы пришли к интересной истории, тоже порефиксируйте, к интересной истории, что пока научив QA-щика вот этим типовым паттернам, что он должен видеть на диаграмме классов, что он должен видеть на секвенс диаграммах, на диплойментах, на других видах диаграммах. Он может понимать, то есть вы его прокачали, и он теперь вам может гораздо раньше давать фидбэк. И вы не пустите в производство заведомо дефектную историю. А почему он лучше вас видит, мы тоже уже обсудили. То, что он не связан эмоционально с вашим кодом, он легче может сказать переделывай, и он лучше понимает профиль требований, гораздо лучше, чем мы. То же самое, ребят, с PM-ами. Он должен увидеть, вы ему должны через ваши диаграммы, через архитектурные представления, показать план проекта с критическим путем. То есть, грубо говоря, как бы мы не параллели работу, быстрее вот этой последовательности действий мы не сможем ничего сделать. То есть минимальное время выполнения вот это. Потом, как можно работы распараллелить, и план проверки гипотез во внешней и внутренней неопределенности. Что это такое? Внешние риски есть такие, что требования изменятся так-то, так-то. И внутренние риски. То есть вы, опять же, хотите сделать вот такое решение, а на самом деле ничего не взлетает. Втянули библиотечку, она не заработала. Втянули базу данных, она не так работает, как нужно. Вот как мне можно максимально рано составить план максимально ранних проверок того, что я как инженер могу ошибиться? Как конкретно? План проверки гипотез. В чем эта гипотеза, в чем эта проверка может выглядеть? Могу я быстренький прототипчик написать? Вот я, например, такие гипотезы не прототипы пишу, а тесты. То есть прям G-Unit Test, который проверяет мою какую-то гипотезу, я точно могу сказать, ага, вот эта библиотека работает так, как я ожидаю. Так вот, вам PM, видя ключевые риски и понимая, опять же, тот контекст, который мы обычно не понимаем, он может набросать план вот этих проверок. Говорит, ребят, ваша архитектура не взлетит, если вот это вы ошибли здесь, недооценили здесь и недооценили здесь. Так вот, давайте вот эти три вещи сначала быстро проверим и только потом уже детализируем архитектуру. То есть ваша архитектура не взлетит, если то хранилище данных, которое вы выбрали, оно там, например, не даст вам нужный перформанс. Так давайте проверим это сначала, а потом будем рисовать архитектуру. Особенно в интеграционных решениях это прямо становится очень важным. Вот, поэтому проверка внутренних рисков для PM, что вы какую-то свою оценку сделали, но ошиблись в ней или недооценили, или просто некомпетентны. Быстренькие прототипы, тесты, внутренняя экспертиза. То есть он может сказать, ребят, вот я не очень, вы сами не знаете, как заработает этот компонент, так давайте из нашей же компании привлечем Петю, который точно это уже делал. Он свой опыт вам покажет. Внешний экспертиз каких-то внешних экспертов привлечь, или вплоть до того, что запросить производителя вендора, и сказать, у нас вот архитектура наша не взлетит, если будет не так, не так, не так. Вендор, скажи, оно так, и можем, опять же, на очень ранних этапах не пустить в производство архитектуру, которая при столкновении с реальностью, когда вы возьмете реально физически этот компонент вкорячите, она все разломается. И резюмируем. Соответственно, видите, QA-щики и PM видят мир шире. Не потому, что мы там глупые, а потому, что просто это их профиль, видеть определенные аспекты. У них и мозг так заточен, и, в общем, они за это денежку получают. Поэтому чем раньше мы их втянем, тем гораздо лучше они нам смогут отфидбэчить по нашим решениям и ответить на наши вопросы. Но для этого нам хотелось бы научить их, то есть вот эти пункты, да, либо научить их, чтобы они понимали наши точки зрения. Вот как я приводил пример, что можем QA-щика научить читать секенс-диаграммы или класс-диаграммы. Или, предпоследний пункт, мы можем адаптировать точки зрения. То есть, грубо говоря, вместо диаграммы, там, квадратики и стрелочки сразу рисовать план проекта. И так и так можете поступать, в зависимости от того, насколько ваши эти роли смогут принять и обучиться каким-то новым для них компетенциям. И в итоге вы что получите? Гораздо четкое обоснование, гораздо больше информации для принятия решений и гораздо более ранний фидбэк, чтобы вы не пустили в производство заведомо дефектную историю. И помните, общий тезис, да, архитектура для всех. То есть не считайте, что архитектура это такая штука, которую мы для себя ее делаем. Нет, мы ее делаем не для себя. Через разные точки зрения, через разные проекции она для всех. И касается, аффектит вообще всех-всех-всех в нашем проекте. Ну что же, я даже уложился во время. Давайте обсудим вопросики. И в чем проблема? Вопрос в том, что нет ли случайно риска, что вот таким образом прокачав нашего QA-щика, он вдруг станет архитектором? А в чем риск? Смотрите, опять же, давайте я отвечу чуть повыше на процессном уровне. Если у вас компания очень формальная, то есть каждому свое место и четко детерминирован функционал, то это, в общем, не несет никаких рисков. В том смысле, что ты можешь больше приносить, но ты все равно остаешься в своей табеле о рангах. Всегда ты был, и ты должен запустить долгий процесс, чтобы стать, например, другой ролью, архитектором. А если у вас другой паттерн процессный, то есть те самые гибкоуправляемые, agile, гибкоуправляемые, самоорганизованные команды. Так вот, у нас же там, помните, кросс-функциональность, и то, что он заодно чуть-чуть начнет роль играть архитектора, это даже прекрасно. Потому что когда вы строите вытягивающую модель производства, он сможет, если что, архитектора подменить, снизить на него нагрузку, если вдруг архитектор стал узким местом. То есть в зависимости от вашего отношения к процессам, вы либо говорите, ты молодец, но ты пожизненный теперь QA-щик, и долгий процесс тебе предстоит, чтобы стать архитектором. А в agile командах так прекрасно, вперед. Если что, подменишь архитектора, если он узкое место, погнали. Так что я тут рисков особо не вижу. Ну, кроме того, что человек может сказать, платите мне в пять раз дороже. Но это обсуждаемо. Мотивация, да, потому что для него новый мир открывается. Оказывается, ух, мотивационная составляющая, из-за которой он может захотеть больше. И это тоже, наверное, прекрасно. Ребята, еще вопросики. Ага. То есть вот те самые роли, кого мы втягиваем, да? Если команда действительно дает рекомендации, как в стиле, не бюджета, а архитектор, не... Художники. Ребята, давайте для всех вопрос озвучиваем. Хороший вопрос про то, что, ну окей, согнали мы там PM-а, QV-щика. Они посмотрели, они научились читать диаграммы. И говорят, нет, дорогой архитектор, ты вот сейчас полную фигню порешь. У тебя здесь дефекты, вот ты здесь не учел вот это. А еще у тебя в плане рисков не прописано то, что у тебя вся архитектура разломается, если ты вот эту штуку не проверишь. Архитектор упирается и говорит, а я художник, я так вижу. Тут же опять поднимаемся на уровень выше, на ваш процесс. Он может быть очень формальный, может быть гибкий. В случае формального процесса, модель простая, я начальник, ты дурак. Это значит, что если более высокая позиция, то есть там архитектор уперся, значит мы должны заэскалировать еще на уровень выше. То есть идти... Ну тут у нас хорошо, если мы PM-а втянули, PM обычно структурно выше. То есть он может если что, сказать, не, 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 стой, стой, стой. Но в общем случае это решается через эскалацию, идем на уровень выше. А в случае гибких подходов мы начинаем с ним беседовать, настраивать на коммуникацию, чтобы он все-таки учитывал. И рано или поздно, если человек не готов к коммуникациям, в том числе слышать друг друга, мы с ним просто прощаемся. То есть он не agile. То есть в зависимости от вашего паттерна процессного и жесткости процессов, и вот этой прибитости гвоздями, кто за какие решения отвечает. Ага. Для всех вопрос, ребят. А нужно ли на такие встречи как можно раньше фидбэк получать не от PM и QA, а от бизнес-аналитика? Конечно, конечно. Помните мой тезис изначальный, что нужно как можно больше тех ролей, кого вообще аффектит архитектура, как можно раньше собирать. Просто я сфокусировался на QA и PM-ах как наиболее часто кейсах, но бизнес-аналитик тоже, если его научить диаграммы и переводить на его свойства, нужные ему, то он, безусловно, очень много ценностей принесет. Безусловно. А юристы на тренировке? В идеале, да. Понятно, что, ребят, не стоит утрировать и считать, что такая встреча в составе 48 человек, там все собрались и просто бухтят. Нет, понятно, что это набор встреч в разных кругах, но так или иначе вы выстроите процесс, чтобы услышать всех, кого аффектит архитектура, юриста в том числе. Понимаете, вы себе экономите косты. Если вы не услышите юриста, а выкатите продукт и в самый последний момент вы узнаете, что вы нарушили законодательный акт номер 2 и 3 и 4, это будет гораздо дороже, чем если вы к нему просто пришли и за чашкой кофе спросили. То есть вы же сами себе роете неприятности. То, как выстроить эту сессию встреч, решайте сами, чтобы, опять же, не было слишком много народу и заафектились все нужные люди. Это уже ваша задача. Давайте для всех тоже вопросик. Что делать с диаграммами, когда в процессе эволюции системы фактическая архитектура перестала соответствовать изначальным диаграммам? Дадим немножко уже другой вопрос. Не про тему, но он тоже очень хороший и важный. У нас действительно две разных модели. Как бы реальность нашей системы и те диаграммы, которые мы изначально нарисовали, они начинают расходиться, безусловно. И у нас фундаментальный выбор, с какой частотой синхронизировать. Если вы будете на каждой чих, на каждое изменение синхронизировать модель архитектурную, это станет очень дорого. С другой стороны, если вы будете слишком редко синхронизировать, мы еще называем это протухание документации. Все ее, в принципе, можно уже вообще выкидывать, и она уже просто не нужна. Поэтому шаг первый. Попробуйте минимизировать те артефакты, которые нужно синхронизировать. Вы можете сделать код самодокументирующимся. Вкладывайтесь в это. Вместо того, чтобы синхронизировать, это будет очень хорошее вложение. Но проблема в том, что многие считают, что совсем комментарии не нужны. Не-не, архитектурная документация нужна. Потому что по коду вы очень многих вещей восстановить не сможете. Или сможете, но это просто очень дорого. Поэтому документирующие артефакты обязательно нужны. И дальше вы в зависимости от вашего процесса начинаете взвешивать эти две вещи. Стоимость синхронизации и стоимость протухания. То есть что, если кто-то вдруг понадобится, прочитает, а там полный фуфел. И в зависимости от вашей методологии, вашей производственной системы, вот эти два фактора, они имеют разную значимость. Например, если вы, я знаю, в каком-то вендорском проекте на подряде у какого-то заказчика, заказчик вам говорит, нужны вот такие вехи. Так вот вы ровно в эти вехи можете рефрешить, апдейтить документацию. Чаще не надо. Или наоборот, вы можете в каком-то очень гибком, таком бурном интеграционном проекте участвовать, где свежесть документации, она прям очень сильно нужна. Там вам придется вложиться и PM-у объяснить, что там действительно дополнительные косты на постоянную синхронизацию нужны. То есть я не могу ответить, зависит от вот этих двух вещей, которые в свою очередь зависят от вашего процесса. Какую задачу вы решаете, для кого и как часто актуальность действительно нужна. Маленькая компактная команда, она в принципе может вообще обходиться, я не знаю, короткой картинкой на доске, на вайтборде. Сфоткали один раз, потом перерисовали. Более сложные проекты требуют гораздо больших вложений. И мы должны это учитывать в костах на наш проект, безусловно. Ага. Ага. Ну давайте я немножко обобщу вопрос, такой более общий. Как вообще в целом коммуницировать с PM, как ему продавать решения? Тут две вещи. Нужно начать с того, что, во-первых, понять язык PM, ту модель, которой он руководствуется в процессе принятия своих решений. Простой тест. Поднимите руки те, кто знает KPI своих PM. Один. KPI своих руководителей проектов. Смотрите, какими цифрами, какими метриками мыслит PM. То есть каким местом он думает. Первое. Сроки, деньги, другие виды ресурсов. А еще вот какую метрику все инженеры абсолютно забывают. А PM очень, для него это очень важная метрика при оценке любых решений. Время. Есть такое. А еще риски. Риски это то, про что инженеры очень часто забывают. А для PM это один из важнейших факторов. Так вот, во-первых, попробуйте перевести свои решения в этих терминах. То есть не просто говорить, PM, слушай, продай нам, давай мы тебе продадим юнит-тестинг. Смотри, такая классная модная штука. Как он это видит? Он видит, приходит какой-то инженер и говорит, слушай, дай мне денег из моей премии на какую-то там инженерную хрень. Выглядит это примерно таким образом. Попробуйте перевести это, поставив ему экономическую задачу. Смотри, PM, мы хотим у тебя немножечко денег. Но взамен мы тебе обещаем, первое, снижение плотности дефектов. Второе, то, что ритм поставки не будет снижаться в будущем. То есть мы не накопим, грубо говоря, огромный технический долг и не попадем в точку G слишком глубоко. И мы, во-первых, вашу задачу нужно перевести на его язык. Ну, дать свои оценки. Потому что если совсем уж говорит, что он хочет услышать, может так получиться, что идеи будут резаться всегда. Нет, достаточно объективно, просто в тех терминах, которые понятны ему. И вот когда я вас спросил про KPI и свою PM, это важный фактор. То есть чем он думает, когда принимает решение. Ну, простой кейс из практики. Тоже ребята в одной компании пришли к PM и говорят, слушай, а давай там рефакторинг сделаем, вся фигня. А он такой, нет. И уперся прям жестко, нет, нет и все. Как бы такие. Ну, они в лучших традициях формальной компании пошли наверх, заэскалировали это. И, короче, кое-как выясняют, что оказывается у него KPI такой. То есть его премия зависит от того, сколько он сэкономит. То есть чем меньше он тратит денег, то есть вложений любых, тем больше он получает премию. Ребята это осознали такие, блин, еще раз заходят и говорят, слушай, ну, ты, конечно, молодец, ты сейчас себе премию как бы там сохранишь, да, KPI свои выполнишь, но завтра как-то с этим говнокодом жить-то будешь. Все, у тебя все съедет, да, мы не сможем вносить изменения быстро, когда мы не сможем качество обеспечить, там все, там говнокод, там жесть. А он все равно говорит нет. Вопрос в студию, как вы думаете, почему? Он увольняется, конечно. То есть его KPI завтрашний, его уже не волнует. Его волнует сегодняшний KPI. Поэтому, как только вы поймете вот этот профиль вашего проекта, то есть какие метрики для проекта важны. Грубо говоря, вашему PM важнее быстрее поставить или непрофокапиться по внутреннему качеству. И в целом вообще для компании, вот в компании что важнее, там не знаю, захватить новый сегмент рынка или удержать существующих клиентов. Вопрос, каким боком меня как инженера вот это вообще должно волновать. А очень просто, если компания ориентирована на экстенсивный рост и захват новых секторов, значит вам как инженерам к чему нужно готовиться? К колоссальному потоку новых абсолютно разных фич. То есть вы должны уже готовить свою архитектуру к полной жести, потому что будут сыпаться фичи абсолютно разные, абсолютно проразные и все такое. А если мы говорим про удержание текущих клиентов, значит поток фич будет скорее всего не такой большой и не такой разнородный, но нужно будет повышать атрибуты качества, то есть производительность, надежность, отказоустойчивость, то есть как бы вглубь удерживать. Поэтому понимая все больше и больше про бизнес, про проект, вы можете это отразить и на вашу архитектуру тоже. По времени все, да? Ребят, к сожалению, времечко закончилось. Давайте тогда, если вопросы есть, я готов ответить за дверью. Да. Что-что? Да. Да. Это возможно, это не фантастика. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...